Здравствуйте! Это программа «Суть дела». Апелляционный суд штата Нью-Йорк счел разумным решение местных властей на запрет бурения сланцевых пород. Суд оставил в силе решение о запрете бурения в границах городов Драйден и Миддлфилд, то есть подтвердил решение трех ниже стоящих судов. Дело в том, что в штате Нью-Йорк с 2008 года около 70 городов запретили использование гидроразрыва пласта – это технология добычи сланцевого газа, тогда как 40 выступили в его поддержку. Во время действия моратория проводились различные исследования о негативном влиянии такого метода добычи на экологию, в том числе и на воду. Города на территории штата самостоятельно выносили решение о запрете на муниципальном уровне, пока одна из добывающих компаний не подала на власти города Драйдена в суд. По мнению экспертов, это постановление может заставить нефтегазовые компании отказаться от использования в штате Нью-Йорк метода гидроразрыва пласта, применение которого в соседних штатах – Северной Дакотии и Пенсильвании – позволили США увеличить добычу газа за последние 7 лет до рекордных уровней. Между тем, часть штата Нью-Йорк расположена в пределах формации «Маркеллус-Шейл», запасов газа которой, по оценкам Минэнергоштатов, может хватить для обеспечения всего потребления этого вида топлива страной в течение 6 лет. Решение суда, как ожидается, окажет поддержку местным властям и в других штатах, где местные органы власти также пытаются отстоять свое право на введение запрета добычи сланцевых пород. Наибольшую активность проявляют власти некоторых городов в штате Колорадо. Представители нефтяной промышленности пытаются в суде отстоять свое право на бурение, но теперь их успех под большим вопросом. С экологической точки зрения, технология гидроразрыва пласта запрещена более чем в 30 странах. А в США уже есть прецедент, когда добывающая компания должна выплатить компенсацию за причиненный экологический ущерб. Разработка сланцевых месторождений загрязняет окружающую среду и наносит вред здоровью людей. Впервые в современной истории США за вред, причиненный от разработки сланцев, будет заплачен штраф. Семья из Техаса отсудила у добывающей компании 3 миллиона долларов. В конце апреля в США завершился судебный процесс по иску семьи Парр против компании Аруба Петролиум. Боб и Лиза Парр, проживавшие в округе Уайс, штата Техас, обвинили Аруба Петролиум, которая ведет разработку сланцев в данном районе, в причинении вреда своему здоровью и здоровью своих детей. В частности, по утверждению истцов, загрязнение грунтовых вод, воздуха, а также выбросы побочных продуктов, связанные с разработкой природного газа неподалеку от их фермы, привели к серьезному ущербу для их здоровья. Суд присяжных вынес вердикт в пользу истцов, одобрив их претензии, и обязал Аруба Петролиум выплатить денежную компенсацию в размере 3 миллионов долларов. По утверждению семьи Парр, первые проблемы со здоровьем у них появились еще в 2009 году, когда Аруба начала бурение первых из 20 скважин, расположенных менее чем в 3 километрах от фермы семьи Парр, возле города Декатур, округ Уайс, штата Техас. Менее чем за 3 года в семье Парр перенесли целую серию болезней, пострадав от мигрени, аллергических сыпей, головокружения, хронических носовых кровотечений. Кроме того, пострадал даже домашний скот фермеров. В 2011 году семья Парр подала исковое заявление против Арубы Петролиума. По результатам исследования, комиссии по качеству окружающей среды штата Техас было подтверждено, наличие вредных веществ в атмосфере менее чем в 400 метрах от дома семьи Парр, что могло привести к повышению рисков респираторных и прочих осложнений. Комиссия по качеству окружающей среды Техаса в 2011 и 2012 годах уже штрафовала Аруба Петролиума за выбросы вредных веществ в атмосферу в округе Уайс. Ряд экспертов отметили, что вынесенный вердикт в отношении компаний, ведущих разработку сланцев, является знаковым решением для противников использования технологии гидравлического разрыва при разработке сланцевых месторождений. В смесь, которую используют при гидроразрыве, входят до 600 различных химикатов, в том числе ряд канцерогенных и других токсичных веществ. По ряду исследований, только от 30 до 50 процентов общего объема используемой жидкости ГРП откачивается, а стальная токсичная смесь остается в земле. Прогресс и забота об экологии почти всегда противоречат друг другу. Трудно сказать, как закончится извечное противостояние в США, но важность проблемы для американского суда ничего не значит по сравнению с защитой окружающей среды. Это была программа «Суть дела». Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok